Здравствуйте! Цикл для ординаторов по вопросам коронавирусной инфекции предназначен для подготовки вас к работе в лечебной сети. Ситуация очень нехорошая на начало сентября. В целом, по миру, видео записано было вечером 6 сентября. Официально в России более миллиона заболевших, подтвержденных, вернее, случаев заболевания. По всему миру 27 миллионов из них, 880 тысяч летальных исходов. Оцените сами показатели летальности, насколько угрожаемы заболеваниям. Министерство здравоохранения 3 сентября выпустило очередную, 8-ю версию рекомендаций по коронавирусной инфекции. Мы посмотрим, вернее, вы посмотрите, разберете этот документ. Есть неточности, в ряде случаев требуются комментарии. Проработайте пособие, потому что официально от врачей и лечебников требуется выполнение этих рекомендаций. Роспотребнадзор сегодня сообщает о 5000 выявленных случаев коронавирусной инфекции. Удмуртская республика, 37 место, 51 подтвержденный случай COVID-19. Очевидно, что реально в разы, может быть, в десятки раз ежедневно заболевает коронавирусной инфекцией больше жителей нашей республики, да и в целом по России. Ситуация с подтверждением диагнозов изменилась в начале лета, когда сплошь пошли отрицательные результаты официальной статистики. Вообще, для статистики российской учитывается только подтвержденный в лабораториях Роспотребнадзор положительный тест на COVID-19. Так вот, с начала лета независимые лаборатории, которые дают положительные тесты на COVID-19, требуется подтверждение в лаборатории Роспотребнадзора. И выполненные в независимых лабораториях положительные тесты Роспотребнадзором не подтверждаются. По какой причине, догадываетесь сами. Хотя, вчера, по-моему, по этому поводу был комментарий Минздрава Удмуртской Республики, который сказал о том, что никаких приказов скрывать заболеваемость коронавирусной инфекцией из Москвы не поступало. Приказов не поступало, но, видимо, сами додумываются о том, как надо правильно себя вести. Информация по диагностике, по терапии, то, что имеется в наших методических рекомендациях, обязательно надо сопоставлять с достоверными источниками. Наиболее доступный сейчас британский медицинский журнал Ресурс Best Practice Лучшая клиническая практика на русском языке Представляет информацию В принципе, по всем заболеваниям на русском языке Это он дублируется практически по всем Но в бесплатном доступе сейчас только коронавирусная инфекция Найти несложно Англоязычная версия, она более быстро обновляется Последнее обновление 4 сентября На русском языке последнее обновление 24 августа Но в любом случае, вопросы лечения, алгоритмы лечения В частности, то, с чем вам придется сталкиваться Легкое течение коронавирусной инфекции Среднее тяжелое течение коронавирусной инфекции Это те пациенты, которые будут лечиться на дому Вопросы изоляции Вопросы профилактики заражений Медикаментозной терапии А все здесь подробно написано Так, это best practice Британского медицинского журнала Более обширные ресурсы Тоже доступ свободный сейчас представлен Up-to-date По ведению пациентов с коронавирусной инфекцией Посмотрите, какой обширный материал И здесь же тоже амбулаторная терапия Амбулаторная терапия Какое-то причине На амбулаторную терапию не наводится Курсор От ведения госпитализированных больных На 26 августа Обновленная информация Что есть кроме того, что здесь очень подробно все расписано Здесь еще приводятся протоколы отдельных клиник Ведущих клинических центров США По ведению больных коронавирусной инфекции А в мирное время до марта месяца Все это было недоступно Все это было за большие деньги Сейчас открыты для всех пользователей Есть возможность загрузки мобильных приложений Здесь они с самого начала говорят Постоянно обновляются, постоянно развиваются информации Мы рекомендуем не пользоваться печатными версиями клинических протоколов Для того, чтобы избегать Использование материала устаревшего Тоже будут для вас по ходу цикла задания А можно пользоваться электронными переводчиками Кому сложно читать Допустим, респираторная поддержка Введение гипоксии У пациентов с коронавирусной инфекцией Цель кислородотерапии В зависимости От статуса преморбидного То есть для большинства 92-96 Для пациентов с обструктивной болезнью Легких 88-94 Вопросы специфической терапии Лечения противовирусными препаратами И лечения вторичных инфекций По протоколу Госпиталя Гарвардской медицинской школы Далее я попрошу вас в ходе цикла Те, кто не зарегистрирован Зарегистрироваться на Медскейп На лекции в 5-6 курсы Говорили об этом ресурсе Бесплатно Практически для всех специальностей Клинической медицины Есть отдельные разделы Тоже будут вопросы Насчет того, насколько это Ценно для клиницистов Информация независимая Представленная профессиональными сообществами Врачами, которые дорожат своей репутацией Вот на примере 31 августа Обращение к руководителю министерства По сути, вот это FDA Food Drug Administration Это что-то типа нашего Росздравнадзора Который контролирует лекарственные препараты Здесь обращение Доктора Тополя Очень Авторитетный клиницист Он главный редактор Медскейпа Обращение К руководителю FDA Скажите правду Или же увольняйтесь Ситуация связана с тем, что FDA в конце августа Заявила о том, что Плазма переболевших Коронавирусной инфекцией Ковидная плазма Может применяться для лечения Больных коронавирусной инфекцией Реальная ситуация в том, что Достоверных данных о том, что Плазма действительно снижает летальность Данных нет Достаточно подробно Все претензии Высказаны Очень часто Очень часто Официальные лица Они искажают информацию Подавая ее таким образом Как им хочется То же самое, что было В апреле-май По препаратам Гидроксихлорохина Хлорохина То же самое Допустим, что делается у нас По фавиапиравиру Препарат Который Включен В наши рекомендации Как Одно из средств Основной Противирусной терапии Так С мидскейпом Он вам понадобится Для Прохождения цикла Для кого Совсем плохо С английским Можно немецкий Можно испанский Французский Португальский Языки выбрать Но проще всего Пользоваться Переводчиками Следующий Ресурс Ланцет На днях В Ланцете Наконец-то Была опубликована Информация По Российской Вакцине Очень долго Ждали Вот она 4 сентября 20-го года Безопасность Иммуногенность Векторной Вацины В двух Исследованиях Открытых Нерандомизированных Стадии Первой Второй Из Российской Федерации Полностью Текст наших Авторов Опубликован Лагунов Должникова Зубкова Тухватулин Шебякова Зарулаева И другие Всех авторов Можно посмотреть Кто участвовал В разработке И посмотрите На основании Каких данных Нашей Российской Вакцины В принципе Очень хочется Надеяться Что Она окажется Эффективной Безопасной Но Исследования Это Нерандомизированные Исследования Предварительные Исследования А данные По Семидесяти Двум Так В каждом Исследовании По Сто Двадцать Было Включено Откуда Эта Цифра Семьдесят Два Надо Внимательнее Прочитать Если Эта Вакцина Действительно Покажет Свою Эффективность Можно Было И гордиться За Российскую Медицину Вернемся К Нашим Российским Рекомендациям Седьмая версия Была Опубликована На начале Июня И вот Восьмая Начало Сентября Документ Большой Двести Двадцать Семь Страниц Со Семь Приложениями Готовьтесь Отвечать На Задания Каким Образом Это Будет Проходить Примеры Витеотропная Терапия Фапи Пирогир Начали Производить Обещают Поставки В Больницы Но Что Известно В Январе Двадцатого Года В Китае Было Проведено Открытое Нерандомизированное Исследование Фави Пирогир Были Получены Такие Положительные Результаты Обратите Внимание Так Закрыл Еще раз Вернемся Противирусные Противирусные Препараты В разделе Новые методы Это не новые Это инновационные Методы Тут Все Включено Что На сегодня Известно Так вот В январе Месяц Фави Пирогир Проверяли Но Он Оказался В числе Многочисленных Лекарственных Препаратов Которые Все Еще Находятся В стадиях Испытания То есть Не доказаны То же Самое Ремарка По отношению Орбидола Нет доказательств Поддержка Использования Орбидола Не бывает Такого Что Появляется Что-то Эффективное И Об этом Никто Не знает На государственном Уровне Такие Волонтаристские Решения Принимаются Будем Производить Будем Назначать И в то же Время Все еще Российской Федерации Проводятся Клинические Исследования Эффективности Безопасности Препаратов Азиапиравир То есть Неизвестным До сих пор Признается Что неизвестный Эффективен Безопасен Для Требуются Требуются Окончательные Данные Полученные Результаты Они Очень Предварительные Исследования Проводятся То есть Не закончены Полученные Результаты Якобы Показывают Получительные Эффекты Получительные Эффекты Здесь же Гидроксихлорохини Очень Много Написано Признают Что Опасно Применять Препарат И в то же Время Схемы Очень Часто Доктора Ограничиваются Не Основным Текстом Рекомендации А схемами И У многих Сейчас Распечатаны Листки Список Возможных Насначение Лекарственных Средств Лечения Коронавирусной Инфекцией У взрослых И Перечисляются Фавиаперавир Гидроксихлорохин Азитромицин Рекоменда Интерферон Альфа Умифенавир Арбидол Какие-то Препараты Бывшие В прошлой Схеме Лечения Были Изъяты Но Это Возможные К назначению Это Не С доказанной Эффективностью Препараты Препараты Которые Испытывались Испытываются Изучаются На сегодняшний день Все эти изучения Ни к чему хорошему А Пока не привели И Если смотреть Теотропная терапия Первые два абзаца Обратите На них Внимание По времени Я буду Очень Ограничен Не удастся мне Записать Дополнительные Лекции Видео лекции И Большую часть Цикла Большая часть Цикла Вас пройдет В виде Заданий Для Самостоятельной Работы Испытываются 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 Этого Заболевания Думаю что Не буду я вас Мучить Сам Сам И сам Учится Вместе С вами Давайте Остановимся Приступайте К изучению Материалов С понедельника 7 Сентября Продолжение следует